С такой позитивной ноты начался отчетный концерт танцевальной студии «Радуга». Это мероприятие в этом году для коллектива особенное. Они празднуют свой юбилей 5 лет. На протяжении этого времени в танцевальную студию записалось и постоянно занимаются около 200 детей. Здесь две группы дошкольников малышей и семь групп с первого по одиннадцатый класс. Детки у меня самые лучшие, самые замечательные. Самое главное, хочется сказать огромное спасибо всем родителям за понимание, за поддержку, за терпение, за их переживания в моменты, когда дети находятся на сцене. Ну и в общем за пять лет у меня эмоций очень много, конечно. Кто занимается пять лет, кто только начал. Но для всех это безусловно праздник. И юбилей не только у детей, но и у их родителей, которые на протяжении всего времени поддерживают коллектив. Мы очень рады, конечно, присутствовать, быть частью этого концерта. Наш ребенок посещает уже второй год этот кружок, поэтому мы очень рады. Мы очень рады, что наш ребенок с удовольствием ходит, поэтому мы очень благодарны за это нашему педагогу, хореографу Елене Николаевне. В зале поддержать своих детей пришли их родители, бабушки, дедушки и просто любители танцевального искусства. Благоприятная атмосфера царила в зале, но за кулисами чувствовалось напряжение у артистов. У меня волнительное предчувствие, потому что сегодня ответственный день и много народу собирается. И если я ошибусь, это будет стыдно. С праздником пришли поздравить и творческие объединения Центра детского творчества, студия оригинального жанра «Таймстеп» и танцевальная студия «Искорки». Не только со сцены звучали поздравления танцевальному коллективу, но и за кулисами руководителя и детей поздравляли с юбилеем. Поздравляем всех участников этого концерта с праздником, с их первым юбилеем. Желаем всем крепкого здоровья, успехов в их нелегком труде. И желаем здоровья Елене Николаевне и, как говорится, успехов в ее работе. Пять лет – это действительно достижение. Коллектив за это время добился больших успехов, на которых останавливаться не собирается. «Нам я нет!»